всем добрый день меня зовут юрий здравствуйте рад познакомиться если вы вдруг смотрите впервые наш канал вкратце мы здесь занимаемся тем что рассматриваем японские часы в том числе новинки в том числе что-то редко интересное сегодня и нередко и неинтересно по моему мнению сегодня обновление цветовое и некоторое маркетинговое в плане наличие ремешков отсутствие браслета эта модель под названием sbdc 141 она не является чем-то знаете уникальным каким-то новым продуктом по сути это новое цветовое решение модели sbdc 101 например который вышел уже в 2020 году а вообще если говорить про историю то это переиздание и интерпретация как сейчас принято у сейка писать модели 1965 года первых дайверов сейка в правой части экрана как выглядели те самые первые дайверы можете сравнить и я уверен найдете общее сходство что по этим часам технически они особо ничем не отличается здесь речь у нас с вами пойдет в общем-то про ремешки здесь интересные ремешки целая история претите мне есть два ремня в комплекте и они здорово на самом деле меняют восприятие часов вот смотрите шоколадный ремень и в правой части экрана вот этот бежевый ремень как часы выглядит то есть фактически как будто другая модель сейчас поговорим немного про технические характеристики расскажу и естественно расскажу про ремешок давайте начинать модель называется sbdc 141 это японский референс японское название они приехали из японии при этом данная модель как сказано на сайте сейка продается только в бутиках то есть такая эксклюзивная модель бутиковская у сейка очень четкая градация того что где может продаваться вы удивитесь но например магазин который продает гранд сейка он не может продавать сейка 5 то есть там все очень сильно поделено по рынку и даже в зависимости от того где ваш магазин находится вам могут разрешить продавать те или иные часы естественно где-то на окраине города никто вам бутик не разрешит открыть так вот вот эта модель она продается только в бутике также есть еще модель в корпусе черепашка тоже с двумя ремешками в правой части экрана можете посмотреть они тоже продаются только в бутике что интересного здесь технически знакомый нам механизм 6 r35 плюс 25 минус 15 секунд сутки его точность задняя крышка здесь глухая закрыта это дайвер и она закручивается также закручивается заводная головка что еще по механизму 70 часов запас хода фактически 79 мы как сами тестировали и 24 камня здесь в механизме среднего уровня популярный сейковский механизм который используется давно это по сути улучшенный 6 r15 который уже лет на 15 используется стекло сапфир она немного выпуклая поэтому ловит блики в живую смотрится классно но для медиа съемок это конечно невыносимо сплошные блики очень сложно поймать фокус и показать красоту циферблата стекло сапфир с односторонним антибликом поэтому немного блики видно в жизни все получше здесь безель такого шоколадного цвета также шоколадного цвета сам циферблат еще раз повторюсь из-за выпуклости стекла сложно его показать этот цвет как бы я не старался вряд ли мне это получится такие часы нужно смотреть живую но поверьте красивый приятный такой шоколадный оттенок очень похож на цвет ремешка ремень может быть чуть чуть темнее чем сам циферблат нейлоновый ремешок и здесь два и он изготовлен по традиционной японской технологии плетения под названием сейчу чуть позже сейчас поговорим что это такое для чего она нужна и какие плюсы что здесь еще вот защита 200 метров повторюсь задняя крышка закручивается заводная головка закручивается по размерам 47 целых шестьдесятых высота 40 с половиной диаметр толщина 13 2 106 грамм вес то есть такой нормальный стандартный дайвер хороший интересный на каждый день возможно увидели что довольно таки большой запас для объема руки ремешок на самом деле длинный стоит отметить что вот его длина это 26 сантиметров я такого сейка вообще не помню 260 миллиметров или 20 сантиметров в общем-то на любую руку в том числе водолазный костюм без проблем наденете никаких не испытаете трудностей корпус сочетает в себе сатинированную и глянцевую полировку но опять же не будем заострять внимание корпус такой же как в sbdc 101 или spb 143 149 были у нас уже обзоры на канале можете посмотреть почитать также отмечу что на яндекс дзене сейчас есть два канала один скажем так свежий новый куда выходит новинки один архивный вот там видео до марта 2022 года ссылочка на вашем экране тоже на него подпишитесь чтобы смотреть старые видео по поводу главного достоинства этих часов ремешка давайте мы поговорим поподробнее традиционная японская технология плетения сейчу что здесь хорошего что здесь интересного во первых отмечу то что сразу действительно бросается в глаза вот посмотрите какие здесь края у этого ремешка они сделаны таким образом что через определенное время когда вы носите ремень они не распушаются не расплетаются и не становятся острыми не режет руку это действительно проблема нейлона такое есть и это по моему именно главное достоинство данного ремня также сейка говорит о том что в четыре раза прочнее чем его другие нейлоновые ремешки что она устойчива при использовании под водой также защищен от солнца от ультрафиолета то есть от выцветания не знаю действительно это так или нет нужно проверять но вот в плане именно качество вот этих торцевых граней здесь по моему очевидные преимущества если вы вдруг не носили нейлоновые ремешки то к сожалению да есть такая проблема что вот эти торцы грани они начинают резать руку это очень удобно также сейка говорит о том что данный ремешок пропускает воздух то есть рука дышит под ним не потеет ничего и он очень гибкий но здесь странно такое немного преимущество это же все-таки ткани по идее ткань любая гибкая да то есть хотя в целом да наверное мягче чем обычно нейлон гнется лучше по сути это ведь тоже нейлон просто он сделан чуть иначе тут другой узор другое плетение и от этого все плюсы данного ремешка кстати отдельно он стоит порядка десяти тысяч рублей хотя обычно нейлон качественный стоит где-то 3000 в общем и целом это все краткие итоги вывода такие что дизайн часов нам хорошо знаком уже два года на рынке подобные модели продаются здесь шоколадный циферблат шоколадный безель интересный ремешок в плане качества то есть действительно отличается от других ремней и купив его вы по крайней мере не будете мучиться с тем что боковые грани вам режет руку доставлять дискомфорт ну и также как к сайте говорит рука будет дышать он защищен от воды от солнца и так далее прям вечный ремень по самим часам хорошо нам знакомые на хорошем механизме вполне себе добротный дайвер на каждый день на этом заканчиваю всем спасибо крепкого здоровья жму руку не забывайте про наши соц сети и самое главное носите лучшие часы всем пока дайвер на Продолжение следует...